Мы много учимся, много должны знать, много должны уметь, а потом одно движение, и многие люди, конечно, будут зарабатывать, и сегодня уже зарабатывают серьезные деньги. Но для того, чтобы их зарабатывать, конечно, когда-то нужно было потрудиться, и нужно было знать, как построить, нужно было что-то делать, нужно было трудиться, и поддерживать эту свою команду, поддерживать знания в том русле, которое оно должно иметь. Сегодня я хочу напомнить, что у нас идет несколько маркетинг-планов для оплаты. У нас план просмотра сайтов, у нас план розничной продажи, у нас план оптовой продажи продукта, что 35% у нас идет гарантированной выплаты от личной и индивидуальной деятельности. То есть независимо от результатов работы коллектива, если человек что-то сделал, то, что ему полагается по маркетинг-плану, там у нас где-то порядка 8 путей заработка, это человеку выплачивается гарантированно, независимо от того, какие результаты в целом по компании. И плюс вторые 35% они выплачиваются от прибыли ежедневно. То, о чем я сегодня говорю, что эта часть прибыли, она, да, она, собственно говоря, уже выросла и продолжает расти, но это то, что мы не можем предсказать, мы можем только, скажем, спланировать, да, мы можем спланировать, и для этого, конечно, расширился сегодня отдел маркетинга, и я думаю, что это расширение в очень-то правильном направлении, и такие люди, грамотные, опытные, которые имеют правильные навыки, потому что все дело в навыках, да, все дело в умениях, почему одни зарабатывают больше, другие меньше, потому что те не знают, как заработать, как построить бизнес, как это все поставить, все дело только в навыках. Это единственное, что мы должны всегда развивать, свои навыки, а через навыки развиваются все сектора нашей жизни, да, все, идет, значит, работа, идет зарплата, Если есть зарплата, идут отношения. Если идут отношения, все поднимается дальше, как в песне. А если нет навыков, значит нет работы, нет дохода, нет результата, нет отношений. В общем-то все взаимосвязано. И мы все это знаем. Мы знаем, что у нас целый ряд продуктов. Я не буду сегодня о продуктах говорить, хотя очень хочется сказать. Особенно мне хочется сказать о Ю-чате, новый продукт Ю-чат, который в ближайшее время мы все с вами будем начинать использовать. Он готов, его уже пользуются. Мне лично он нравится тем, что я думаю, что он вообще заменит имейлы, имейлы. Не то, что не нужны имейлы, имейлы нужны, но много проблем на сегодняшний день. Они теряются, они устаревают. Я его получаю, скажем, имейл не в ту секунду, когда он мне нужен. Если меня нет, скажем, у компьютера, я имейл не имею. Скажем, в следующий момент, они попадают в спамы. Они, ну, сложно с ними работать. То есть это уже имейлы, это уже как бы прошлое. Хотя лучшего ничего нету, чем имейлы. Потому что нужна информация. Я думаю, что Ю-чат, наш Ю-чат, он заменит это все. Потому что, во-первых, информация будет идти сразу же. В-третьих, она будет храниться в удобном виде, без всяких спамов, без рекламы. В-третьих, просто, да, перетяну и бросил, да, удобно. В-третьих, тут же можно будет в Ю-чате записывать видео, тут же их отсылать, тут же можно делать сообщения. Ну, и, конечно, немаловажно, что за то, что мы будем пользоваться Ю-чатом, люди будут зарабатывать. Люди будут зарабатывать. Может быть, не так важно для нас, потому что, скажем, там, те небольшие деньги, которые можно заработать, скажем, для нас они не лишат погоды. Но для многих людей в мире, скажем, заработать 10, 15, 20 долларов, это хорошие деньги, да, хорошие деньги уже можно себе купить, я говорю, какой-нибудь там Макдональд, и человек уже может там не голодать, да, где-то в каких-то странах. А сегодня очень много людей просто голодают, да, они просто не знают, где заработать, не знают, где получить. Да, сегодня эта возможность дает сюрприз макетинг к любому человеку на планете. Я уже не говорю о том, что если человек начинает работать активно и разбираться, а сегодня можно разобраться практически на всех языках, у нас есть информация, тоже очень важно, потому что многие люди хотели бы, но не могут прочитать, да, хотели бы разобраться, не знают, где и что. И, в-третьих, у нас еще есть рекоменд-спонсоры, да, которые помогут разобраться. Поэтому, я думаю, что вот, благодаря нашему Ючату, мы скоро с вами будем использовать, плюс множество других продуктов, я почему-то запал именно на Ючат, потому что мне нравится, как это все работает, тем более, что это все привязано к смартфонам, да, к таблетам. То есть, очень удобно, очень удобно, и я думаю, что мы этим всем скоро будем пользоваться и сильно продвигать, сильно, мощно продвигать. Тут и продажи, да, тут и ритейл пласт, несмотря на то, что Ючат, он бесплатный продукт, бесплатный, но через него у нас будет много других продаж. Скажем, конференция, которую я сейчас пользуюсь, я ей очень доволен, да, очень доволен, она за последний буквально месяц очень сильно усовершенствована, очень сильно. То есть, я пока недостатков найти не могу, да, не могу найти недостатков, как мне сказала одна женщина, есть один большой недостаток. Я говорю, какой? Я говорю, очень сильно хорошее качество, и если, так сказать, женщина выходит в эфир и, так сказать, не приукрасилась хорошо, да, то все видно, все видно, все видно, видны все морщинки, видно все это. Я говорю, ну, это, говорю, это не недостаток, это положительное, или, так сказать, достоинство, потому что очень высокое качество, да, вы можете делать, вы можете показывать видео, ну, в очень высоком качестве. Причем там есть, мы качество можем сами выбирать, да, размеры, качество, примерно там 5 диапазонов, и очень удобно. То есть, мне вот этот продукт очень нравится, он очень удобный, доступный, да, доступный для каждого, и я думаю, что для аксесс-маркетинга, для членов аксесс-маркетинга, я думаю, что будет какое-то что-то особое интересное предложение. Где-то в феврале, а в феврале уже у нас не за горами, основатель компании обещал, что где-то в феврале мы уже будем иметь ритейл-план. Вот видите, вот тот ритейл-план, который я вам сейчас покажу, он войдет в силу, да, он войдет в силу, и наш продукт появится в разделе «Купить продукт», и мы сможем эти все вещи просто продавать, да, продавать. И я думаю, что это будет очень интересный момент, очень интересный момент, когда новые продукты, которые вышли, которые уже опробованы, которые отлажены, и чтобы мы эти продукты продавали. Понятно, что когда продукты продаются, к ним должны быть очень серьезные требования придявлены. Поэтому сейчас вот отдел маркетинга, он вот эти все моменты, все моменты, они сейчас как раз вот все проверяют и просматривают, чтобы не было никаких нареканий. Хотя всегда, я думаю, когда выходит что-то новое, это нормально, если где-то что-то будет не так, всегда все отлаживается. Я всегда говорю, один и тот же пример, с Apple, который вышел, когда вышел Apple, он не работал, да. И ничего страшного, там тысячи тысячи людей купили Apple телефон, и он не работал, первый телефон. Было очень много нареканий, ничего страшного, компания на письмо каждому, извините, да, мы продолжаем, извиняемся, что, так сказать, такие проблемы, мы исправим. Мы исправим, и они, правда, все исправили. То же самое всегда любая компания. Я говорю, надо идти вперед. Есть уже такой закон, да, закон 80%, что если, он говорит о том, что если готова какая-то продукция, или готова что-то на 80% и выше, то можно всегда начинать, остальные 20% всегда отлаживаются в процессе. Это закон, это нормально, никогда ничего не будет идеального. Кстати, многие делают ошибку в нашем бизнесе, очень многие люди, они говорят, вот пока я на 100% во всем не разберусь, все не буду понимать, все не буду знать, я работать не начну. А я говорю, а есть такой закон, что ты никогда ничего не будешь знать на 100%, все, невозможно. Потому что все развивается, то, что ты сегодня узнал, завтра уже есть новое, ты уже этого не знаешь. Поэтому я всегда пользуюсь этим лицом. Если я на 80% лично готов, значит вперед. То же самое по экзамену любому. То есть невозможно никогда выучить полностью весь экзамен. Ну, если человек на 80% готов, значит можешь идти сдавать экзамен. Ничего страшного. Дальше рассчитываю. На блогах, как говорится, повезет, значит повезет, но не повезет еще раз. Итак, у нас есть аксесс ритейл план, я просто напомню, что ритейл план есть от личной продажи, персональной, да, есть от командной продажи. То есть как бы их получается два ритейл плана. Есть ритейл план от продажи, если я сам лично пошел продал, это одно. Но если я сам не помню, у нас есть такая возможность пригласить других людей, которые умеют продавать. Допустим, я не умею, у меня не получается продавать. Но зато есть кто-то, кто умеет. Поэтому этот бизнес называется командный. Один специализируется больше на личных продажах, другой больше на командных продажах, третий там на обучении, четвертый там на продукте. То, что, в общем-то говоря, и так примерно правильный лидер, он делегирует обязанности, да, он делегирует обязанности и говорит, вот ты хорошо разбираешься в продукте, ты будешь рассказывать про продукт. А ты хорошо разбираешься в маркетинге, ты будешь по маркетингу. А я, там сказать, хорошо разбираюсь в мотивации людей, значит, будешь делать мотивацию. И тогда этот бизнес идет хорошо. Когда люди как бы пытаются все замкнуть на себе и хочут все изучить сам, сам быть, и теми, 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 это неплохо, но не у всех это получается, и поэтому люди могут застрять. У нас есть аксесс мобильный, да, мобильный тоже, значит, это план для создания веб-сайтов для мобильных телефонов. То есть я просто показываю, что есть такие планы, они уже готовые, да, и эти планы в феврале должны войти в действие и появиться у нас в разделе «Купить продукт». У меня нету цели сегодня рассказывать о продуктах и о маркетинг-плане. Моя сегодня все-таки главная цель на сегодняшний день – это то, что компания сделала сейчас информацию, дала всем информацию о том, как сделать квалификацию по клубу учредителей на 2014 год. Я думаю, что сегодня один из важнейших вопросов, потому что для многих людей эта возможность, ну, я имею в виду выгодная возможность, она открыта еще буквально до 31 марта. То есть это будет, остается февраль и март, два месяца. Поэтому я прошлое занятие и это занятие хотел бы сконцентрировать именно вот на эту позицию многих людей, потому что многие люди, сейчас вот были поделены деньги за 2013 год, они скоро появятся у нас в компьютере, появится информация, возможно, даже на следующей неделе. Вот, и многие люди не квалифицированы за 2013 год. И, в общем-то, люди как бы расстроенные. Когда я говорил это в начале 2013 года, что нужно обратить мне это внимание, хотя страстного ничего нету. То есть люди зарабатывают другие виды доходов, прибыль компании ежедневная делится между людьми, да, там, может быть, ритейл-продажи, оптовые продажи. Но, кроме всего прочего, да, то есть вот эти все ментинговые, плановые, да, то, что по нетворкингу, маркетинг, все это люди зарабатывают, и это является источником дохода. Основным источником дохода, в котором сегодня зарабатываются очень серьезные деньги, да, то есть многие люди зарабатывают очень серьезные деньги. Почему? Понятно, потому что это правильная индустрия, потому что подобного сегодня нету ничего. Ну и самое главное, самое главное, что компания сегодня прошла все проверки, да, я думаю, это один из главных моментов, на которых многое просто не обращают внимания. Так вот, что прибыль компании, да, есть еще прибыль компании, и прибыль компании годовая. Что туда попадает? Туда попадает все, что остается. Весь маргинальный доход. Я просто напомню, что многие люди по маркетинг-плану не выполняют условия, вот эти деньги. Обычно эти деньги идут просто хозяину компании. Это самые большие деньги. Почему мультилевелные компании, скажем, руководители мультилевелных компаний зарабатывают огромные деньги? Это деньги, которые были запланированы в расчетах, да, которые были запланированы по маркетинг-плану, но по каким-либо причинам люди не выполнены. Да, многие, скажем, могли бы выполнить и не выполняют. И эти деньги обычно, обычно они идут просто чисто хозяином. У нас же ситуация совершенно другая. Наш основатель компании, он сказал, что я делаю компанию народную для всех. И деньги, которые остаются в конце, это самые большие деньги, да, самые большие деньги. Мы эти деньги опять хотим поделить между людьми. Причем в этом году, в этом году и в следующем году это будет 15% от всего дохода компании. Да, от всего дохода компании будет поделено. Потому что есть еще деньги на обслуживание, на развитие, да, вы понимаете, что, скажем, расширение компании, оно требует больших затрат, и на это все уходят остальные деньги, да, остальные деньги. Но 15% они делятся между всеми людьми. Это очень огромная цифра, это огромная цифра. Я уже не говорю, что там отдельные, скажем, вот, скажем, подшвения, отдельные в виде премирования, скажем, там, как вот видите, вот автомобильные бонусы, там, и другие различные бонусы. Те входят, это все входит в обязательные выплаты, да, то есть служили, выплачиваются. Если человек заслужил там 50 долларов, выплачиваются 50 долларов в день. Если он заслужил 500, значит, выплачиваются 500. Если 1000, значит, 1000. Причем это то, что, я говорю, это не то, что, как бы, какой-то сон, да, это то, что реально сегодня люди зарабатывают, да, это то, что сегодня я не то, особо я хочу остановиться на вот equity sharing plan, или клуб учредителей, его называют, или же его называют вот остаточная прибыль, да, остаточная прибыль, которая будет поделена. И вот в конце года, в конце года, в конце года делятся эти деньги, и эти деньги, они откладываются для акционирования. Что это означает? Это означает, что компания последние несколько лет, она готовится выйти на фондовую биржу. Конечно, чтобы попасть на фондовую биржу, это требует очень много организационной работы провести, и компания уже два года эту работу проводит. И когда компания выйдет на акционерную биржу, да, когда она выйдет на акции, будет продавать акции, конечно же, пойдет очень сильное развитие, очень сильное развитие, но так идет всегда. Почему? Ну, так оно идет, если взять, если вы посмотрите развитие других компаний, интернет-компаний, там, и того же Facebook, и Microsoft, и Google, и других компаний, и Apple, все одно и то же, до того, как они выходили на биржу, это слабые компании, это слабые, бедные компании, после того, как они выходят на биржу, они буквально в несколько лет просто взрываются, у них доходы и прочее, и прочее. Конечно, я думаю, то же самое произойдет и с нами. Я думаю, я надеюсь, потому что то, что делается, та политика, которая взята на ближайшие пять лет, я вижу, что, в общем-то, так оно должно быть, да. Так оно было всегда, мы не ошиблись в выборе, и так оно идет дальше, да. Вы видите, последнее решение Джо Сота, да, что он будет работать у нас, директор по маркерингу, все к этому и говорит, что так оно и будет. Но, что же это за деньги, которые сегодня ежегодно делятся в конце года? То есть компания создала клуб учредителей, и каждый в этом клубе учредители, кто имеет право, да, кто квалифицирован, он в конце года получает какую-то сумму. Так было в прошлом году, и так буквально в ближайшее время каждый, кто квалифицирован был на 13-й год, он увидит сумму и в этом году, да, вот сейчас буквально она вот в январе будет, оно же начислено, оно в январе будет показано каждому человеку. Для этого у нас есть специальный блокад, который, его зовут Дэвид Ларсон, который занимается только этим вопросом. То есть деньги выходят из компании Аксесс Маркетинг, причем они не просто выходят, они выходят конкретно записанные за каждым человеком, кто получил такое право и кто получил такие деньги. И компания назад уже эти деньги востребует, не может никогда. То есть деньги вышли, они находятся на специальном трастовом счету у Дэвида Ларсона, это известнейший в Америке адвокат, который имеет практику 30 лет, то есть деньги сидят там недежно, то есть их не отпустит никому, так сказать, без разрешения на то, чтобы их отпускать. И у каждого на трастовом счету закреплены эти деньги. И только за эти деньги могут быть куплены акции по сниженным ценам. Почему это выгодно? Почему все сегодня направились, ну не то что все, но многие люди, кто понимает, о чем идет речь, они очень хотят иметь побольше вот этих вот денег. Побольше вот этих именно денег у учредителей. Поэтому сегодня я хочу на этом чуть-чуть подробнее остановиться, потому что это очень важный момент. Потому что начался 2014 год, и очень важно, чтобы как можно больше людей из нашей команды были квалифицированы на клуб учредителей. Почему? Ну допустим, почему я для себя хочу иметь, так сказать, деньги в день? Да потому что я хочу просто отдыхать, да? То есть я хочу поработать еще какое-то количество времени, а дальше, чтобы работали деньги из клуба учредителей, да? То есть компания, я уверен, будет расти, и чем больше я смогу себе сегодня создать подушку безопасности, да, скажем, по акционированию, тем больше эта подушка безопасности в следующие годы, да, будет давать доход, а мы как бы отойдем от пребыва деятельности и дадим дорогу молодым, молодым людям, пусть они работают. Ну я примерно вот так вот планирую, у меня, конечно, планы, как оно будет, неизвестно, но рассчитываем на то, что все хотят иметь, скажем, что такое, так сказать, хорошая жизнь, да, или как можно определить уровень жизни человека. Я говорю, определить уровень жизни человека можно тем, что сколько он может, не работая, прожить, да, прожить, достойную, да, достойную, да, чтобы можно было себе ни в чем не отказывать, и при этом уже не работает, да, потому что люди, которые уходят на пенсию, там, жизнь показала, что пенсии не хватает, не хватает. То есть люди, которые уходят на пенсию, они живут такой очень такой скудный ебран жизни, то, что я вижу, да, если они не создали себе подушку безопасности, это не то, что многие люди там считают, что вот он работает, я говорю, вот ты, если остановишься работать, перестанешь работать, сколько дней, там, или месяцев, или лет, ты сможешь прожить достойно, при этом у тебя будет приходить доход, ты сможешь платить, там, и за квартиру, и, там, за все свои, так сказать, удовольствия, и на поездки, и прочее, прочее. Вот этот будет твой уровень в жизни. То, что ты работаешь, так ты же работаешь для этого, ты получаешь по оплате. А вот то, что ты можешь себе создать такую подушку безопасности на твою дальнейшую жизнь, и мало ли что-то человеком случается, вот случилось что-то, да, ты не можешь работать по какой-то причине, какая у тебя подушка безопасности? Вот я думаю, что вот эти вот квалификации в клубе учредителей и создание себе акций, потому что акции работают уже без вашего личного участия, то просто, так сказать, если будет рост компании, я надеюсь, он будет расти, потому что заработают наши все продукты, да, вся та машина, которая направлена на подготовку, там, 25 лучших специалистов сегодня разрабатывают, все, да, там, огромный отдел, там, продажа, отдел супорта растет. Все отделы у нас сейчас растут. Но они не просто растут, чтобы, так сказать, раздуть отделы, они растут для того, чтобы работа делала, чтобы они обслуживали, чтобы росли продажи, чтобы росла компания, чтобы акцесс-маркетинг стала серьезной компанией, которая, как говорит наш основатель, что мы росли в ближайшее время в десятку сильнейших сайтов мира, сильнейших компаний мира, в десятку. И они сделали на этот год увеличить количество членов компаний до одного миллиона. До одного миллиона должно быть в этом году, взяла такой курс нашей компании, чтобы миллион человек присутствовало в нашей компании и продвигало нашу компанию. Миллион. Одно дело, когда продвигает небольшая группа, а другое дело, когда продвигает миллион. Вы же понимаете, миллион пригласил по одному человеку, это два миллиона. А два миллиона пригласила по одному человеку, это уже четыре миллиона. Поэтому я думаю, что важно быть квалифицированным на 2014 год, если человек для себя примет за важным. Но он должен знать как. Проблема у многих людей, что они не знают, что нужно делать. Я сегодня разговариваю с людьми, почему ты не был квалифицирован в прошлом году, но это я не знал. Причем есть некоторые люди, у которых не хватает буквально одного дня. Вот вчера мы разговаривали, берется здесь квалификация с 31 октября, а у человека есть квалификация с 31 сентября. Все по причине того, что мы не знаем, потому что примерно каждый год одинаковые идут квалификации, одинаковые идут требования, только суд не растут, жестче становится. Но это понятно, компания становится ценнее, значит, в руки у нее жестче, получить акты жестче. Если когда-то акции Майкрософта или Фейсбука не просто раздавались ближайшим друзьям, родственникам за центы какие-то, за копейки, то сегодня эти акции приносят миллиардные доходы. Да, вы знаете эту историю с другом, который получил акции просто на Хэллоу, а в прошлом году получил 25 миллиардов. Итак, давайте поделим. Клуб учитель 2014 года выкладывает следующие требования. Значит, для старых членов, да, у нас много старых членов, в том числе и я, да, старый не в смысле по возрасту, да, я еще всегда считаю молодым, а старым по тому, что мы по опыту работаем в компании. То есть я уже где-то порядка пяти лет работаю в компании, значит, я уже считаюсь старым членом. И если в те годы нам было легче, чтобы быть активизированным в клуб учредителей, да, практически было легко, да. То есть с этой ткани мы практически ничего не делали старые члены, чтобы быть активированным для клуба учредителей. Достаточно нам когда-то, там, лет пять назад купить пакет на пять тысяч, да, и мы все были квалифицированы. Ну, компания таким образом отблагодарила всех старых, которые прошли трудные времена с компанией, когда были проверки и прочее, прочее. И я думаю, что компания очень, так сказать, лояльна, красива, всех отблагодарила. И пять лет она, в общем-то, помогала всем, да, помогала, делала различные, там, разные скидки, делала разные, там, промоушены. Ну, славную встречу всегда, да. Значит, в этом году, в этом году, компания тоже делает скидки старым, да, но в этом году нельзя быть членом учредителей 14-го года и ничего не купить. То есть не выполнить никакой работы. Нельзя в этом году. Я думаю, что это правильно, потому что, собственно говоря, представьте себе тех людей, которые создают, создают продукцию, да, создают продакшен, как у нас говорят, весь год, а потом это все можно делить совершенно на всех, на тех, которые там пять лет назад пришли и пять лет ничего не делали. Понятно, что это, я думаю, что несправедливо, да. То есть если мы делим прибыль 14-го года, значит, ее должны получить те, кто помог создать эту прибыль в 14-м году. Я думаю, это справедливо, да, я думаю, справедливо. Остальное, оно пойдет на акции, да, пойдет на акционирование. Там уже, так сказать, ну, есть такой закон, что если у тебя есть акции, и какая-то сумма определяется на акции, на акционирование акции, на акции, на сумму, ну, ты получаешь, что есть акции. Ну, такой закон, да, клуба учредителей. Такой закон, такие правила. Так вот, чтобы быть коэффицированным старым членом клуба учредителей, нужно приобрести директорский пакет на 2000 или накопить новых покупок, да, или накопить покупок пакетов свыше 2000, минимум должно быть 5000, включая объем личных продаж, включая PSV, включая собственный пакет, до 31 марта 2014 года. Ну, если говорить по-русски, да, себе объяснить, потому что, ну, знаете, как язык юридический он наденен, а по-русски я вам скажу так, что каждый старый член может быть членом учредителя, если под ним появится 5000 покупок пакетов, начиная с 1 октября прошлого года, 13-го года, по 31 марта 2014 года, в любом варианте, то ли он сам купит, то ли под ним купят, то ли он сам 1000, под ним 4000, то ли он 4, под ним 1, то ли он все 5, то ли под ним все 5, не имеет значения. То есть главное, чтобы под вами, вместе с вашей организацией, да, накопился объем продаж на 5000 долларов, это чистых пакетов. Сюда не входит милипокупка, сюда не входит, только входят личные пакеты, только пакеты, оптовые пакеты сюда входят. Только пакеты, да, вот таким вот образом, то есть как угодно, потому что некоторые начинают спрашивать, вот я могу 2, а тут значит 3, а нет, а тут 3, а тут 3, как угодно. Хочешь ты сам, бери все 5, хочешь сам ничего не бери, чтоб под тобой взяли 5, хочешь поделитесь вместе 1 или 5 человек там по одному, как угодно, в любой комбинации. Понятно, да? В любой комбинации нужно накопить 5000 долларов в ближайшие 2 месяца. Точка. Ну, обязательные требования для всех, то есть если это будет, это необходимые условия, да, необходимые, но недостаточно. Что еще надо? Надо быть активным, да, активным, квалифицированным консультантом. Ну, обычно все наши годы директора неактивные, но если консультант, консультация была активной, значит у него должен пакет 500 долларов, когда-либо купленный, когда-либо, неважно когда. Он должен просматривать 25 реклам в день и 25 дней в месяц, понятно, да? Ну, на самом деле 24 рекламы в день, ну, а не 25. Ну, правильно, потому что 25, чтобы человек у него удовольный бонус по рекламе. Значит, 25 с ней надо кликать и по 25 раз в день минимум. Ну, либо там 100 можно, минимум 25. И, конечно, надо, чтобы была квалификация в течение всего года. То есть и, скажем, если вы сделаете это до марта, да, ну, это надо сделать, это лучше сделать в январе, чтобы за все 12 месяцев получать, да, лучше сделать в январе, да, потому что, чтобы все 12 месяцев получать. Да, потому что человек все равно планирует сделать, и сделать это 31 марта, 31 марта, так что он в 2 месяца теряет, да, если он все равно планирует это сделать. Поэтому лучше сделать в январе, чтобы январь, февраль, март, апрель, все 12 месяцев он был коэффицирован и за все 12 месяцев он получил. То есть ему нужно сделать одну покупку и все 12 месяцев просматривать плану и минимум в месяц 25 дней. Все, я думаю, здесь понятно. Я думаю, понятно. Должен этот вопрос закрыться, потому что много звонков было на этой неделе, все говорят, что-то не то, да, все как-то освоят, не зная, потому что я в прошлый раз делал лекцию. Так вот, еще раз, для всех стареньких в любом объеме, в любом, так сказать, виде 5 тысяч нужно набрать. Все. Под собой, либо лично, как угодно. Все, это что касается стареньких. Теперь, очень важный момент для стареньких. Если они это не сделали, никогда не могут в 2019 году быть квалифицированы. Потому что для новеньких, для новеньких, да, кто будет квалифицироваться в 2014 году, 4 фазы квалификации. Для стареньких эти фразы не подходят. Не путайте. Некоторые говорят, вот я не сделал до марта, ладно, сделаю в июне. Сделаешь в июне, ты квалифицирован не будешь, просто не будешь. Значит, для стареньких одна единственная возможность. До 31 марта 2014 года. 1 апреля, все, 400 год закрыт по квалификации, на акционирование. Причем, видно, многие люди все равно потребуют эти квалификации, но они делают это для длингова, да, как бы для длингова, а уже на акционирование ни заклад не получат. Поэтому нужно подумать, если собираешься работать, что-то делать, значит, лучше это сделать раньше, чем позже. Если не собираешься, значит, ничего страшного, уже нет. Мир не переворачивается. Итак, следующее, новенькие, новенькие, которые еще не зарегистрированы, которые собираются зарегистрироваться. Итак, тут 4 фазы. Первая фаза с 1 января 2014 года по 31 марта 2014 года. Для новеньких обязательно нужно иметь собственный пакет 2000. Обязательно минимум 2000 пакет. И нам на объем покупок 2000 и выше. То есть он может иметь под собой и 5000 новых прямых продаж на первом уровне. Конкретно, тут четкие условия. Лично 2005 на первом уровне. До 31 марта 2014 года. Тут четко конкретно. Приобретение директорского пакета лично на 2000 или на общий объем покупок. То есть можно эти 2000 набирать постепенно. Ну я в этом, так сказать, это имеется в виду всегда, да? То есть можно эти 2000 набирать не за один раз, а за несколько там, когда-то взял 500, потом взял где-то еще 500 когда-то, и когда-то еще взял там 500, еще раз 500. Или там построил, или по 200. Неважно. Но в рамках 2000 сисей, да, там, скажем, не за раз, там, за два месяца, там, или за неделю, ну, не изначально. И под собой 5000. Ну, все остальное обязательное, как для всех. Он должен быть активным, да, он должен уметь, он должен быть активным, он должен просматривать 25 сайтов, 25 дней. Так, он должен иметь, если он консультант, значит, 500 долларов и объем, он должен проплачивать и пить, да? То есть каждый месяц должен быть квалифицирован. Это, само собой разумеющееся. Я даже об этом могу не останавливаться больше, потому что это, само собой разумеющееся. Просто дополнительные требования, что нужно, если для стареньких, в общем, набрал 5000, и ты квалифицировал. Тут нет, тут нужно еще влечь на 2000 новенькому. Вы видите, немножко сложнее. То есть, рация войти всегда лучше, чем позже. Так построено, кстати, с маркетингом. Те, кто ходят в рации, им всегда лучше, чем те, кто позже. Я думаю, это справедливо. Я думаю, это справедливо. Следующая фаза, вторая фаза. С 1 апреля по 30 июня. Понятно. Они же, эти люди, они будут квалифицированы, несмотря на то, что они вошли с 1 апреля. Потому что они новенькие, они же не знали, еще скажем, в марте, что нужно было войти. Правильно? То есть, кто же справедливо? Почему для стареньких это не распространяется? Потому что они заранее знали, их предупредили. А это новенькие, они только вошли с 1 апреля. Поэтому они все равно дают возможность, хотя бы не за весь год, а вот за те месяцы, которые из 1 апреля войдут, быть квалифицированным. Для них не 12 месяцев условия квалификации, а достаточно 9 месяцев. Но для них уже сложнее, если там надо было 2 тысячи и 5 иметь под собой, то здесь нужно иметь 10 под собой. То есть 2 и 10, ведь еще сложнее. Сложнее не 5 тысяч. Ну, справедливо, потому что, хотя на самом деле у них будет больше PSV, будет больше всего, но в общем-то по сумме не дают. Потому что толку иметь, иметь квалификацию, если нету PSV, который начислит вам приличную сумму. Слышишь? И они не составили такие условия, что мы теперь не получили сложную сумму. То есть иметь нужно поработать чуть больше, чем, скажем, меньше месяцев, но чуть все не менее поработать. То есть все логично, чем те, которые больше месяцев, но меньше, так сказать, меньше, чем надо поработать. Итак, повторяю еще раз. Первая фаза 2005, а вторая фаза 2010 новых личных прямых продаж до 30 июня 2014 года. Ну, тут они тоже, что темночку такое. Из которых 50%, 50% из 10, то есть 5000, может быть от ваших личных команд на первом уровне. Да? То есть не обязательно самому сделают. Это могут ваши деньги сделать на первом уровне. То есть такую вот слабонечку дают. Да? Следующий момент. Новенькие, да? Фаза для новеньких. Тоже идет 2000 пакет, да? И уже 15 тысяч личных новых прямых продаж. Видите? Первая фаза 5, вторая 10, третья 15. Мы тоже даем 50%, 75 тысячи могут быть отличных продаж на первом уровне. То есть обязательно на первом уровне 50%. То есть не могут быть, а должны быть. Да, должны быть. Должны быть. На первом уровне, зато остальные могут быть на всех остальных уровнях. Да? То есть есть такая поблазка. Ну, 7,5, да? Ну, 15. Да? Ну, по 5. Как раз говорили. Четвертая фаза с 1 октября по 30 декабря 2014 года. Тоже 2000 пакет и 20 тысяч личных прямых продаж. Где тоже 50% должны быть отличных от вашего первого поколения, да? На первом уровне. И 50% могут быть из других поколений. Но уже 20 тысяч, да? 20 тысяч. И понятно, что если 1 октября сделана квалификация, там 3 месяца, то есть должны быть большие пенсии. Народ, очнитесь, пожалуйста! Поэтому, что человек выгибирует, да? Вот, допустим, условия, да? Человек пошел, купил пакет. Первое. Он с пакетом приобрел все, что ему там нужно, да? В этом пакете. Но самое главное, допустим, я в этом пакете, я имею PSV, который мне все равно увеличат PSV за 2014 год. И неизвестно, возможно, эти PSV, 5 тысяч, допустим, да? Они, на самом деле, там, эти 5 тысяч PSV, они на самом деле, может быть, потом акциями они меняют гораздо-гораздо больше, чем вернуться. Поэтому я думаю, что есть смысл подумать, да? Каждому подумать, какую ему избирать стратегию и что нужно делать. Моя же задача вам объяснить правильно, объяснить, чтобы вы не ошиблись и правильно выполнили условия вот этого промоушена на вход в клуб учреждений и получение дохода в клуб учреждений в 2014 году. Вот только начался, и я думаю, что у нас эти указы, да? Новенький, конечно, не считает другим, является накопительным. Если вы не комфицируете в первой фазе, имейте возможность комфицироваться во второй фазе, да? В третьей, в четвертой. Это для новеньких. Только касается новеньких. Консультанты, которые будут соответствовать комфицированным требованиям клуба учреждений, будут иметь долю от прибыли компании в зависимости от их общего объема PSV с 1 января 2014 года по 31 января 2014 года. Разделение прибыли за 2014 год будет основано на 15% от предналоговых доходов компании. То есть 15% будет выделиться. Это предположительно. Я думаю, что будет за 2014 год серьезная сумма. Серьезная сумма, это уже видно по еврою, потому что, вы видите, если со мной дворя этого года замырёт, плюс прошлого года, ну, рост, я думаю, рост в 5 раз примерно. Я вот смотрю в полу. По цифрам, да? По цифрам. То есть, ожидается, хороший, я думаю, будет вечер, восходить в 2014 году. И еще раз, чтобы вы четко понимали, что такое PSV. PSV – это крыльный долг, потраченный в компании. Поэтому выгодно потратить здесь что-либо, купить то, что нужно. Да? Да, да. Человек покупает то, что нужно, и выгодно это купить. Плюс сюда входят наши репокупки. И помните наши репокупки 50 на 50? Они уже будут добавляться к этой перегре. Поэтому многие люди даже не поняли, откуда у них появилось PSV. Так много. Сюда входят все репокупки. Другое дело, репокупки, они не засчитываются сейчас репокупки. Но для начисления денег они вам будут зачисливаться. Поскольку мы каждый день делаем репокупку ежедневно. Поэтому PSV будут у каждого. Поэтому выгодно, когда человек подошел к конкуренту 14-го, у него там много тысяч PSV собиралось, а он не коврицировал для того, чтобы получить дополнительный доход от школы учредителей. И многие просто не знали этого. Они просто не знали. Поэтому я выделил специально прошлое занятие и сегодня. Для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Ну, это здесь появилась у меня фотография. Это еще с прошлого раза. То, что в компании Аксесс Маркетинг где-то неделю назад праздновали, праздновали просто была такая корпоративная вечеринка аксесс-маркетинга. И на вечеринке было очень, так сказать, весело, красиво, интересно. Гуляли, пили, слушали, смотрели и шоу. Ну, красиво было интересно. Почему он должен отдыхать? Он должен отдыхать, развлекаться. Ну, потому что это все создает настроение, хорошее настроение. Хорошо отдохнувшись, всегда будет хорошо на руку. У него нет силы работать, ему ничего не хочется, он не должен зарабатывать, и он недоволен своей жизнью. И я вам скажу, что здесь два момента. Два момента, что либо мы довольны своей жизнью, либо мы недовольны, да, доволен может быть. И, как правило, пространство заполнено. То есть, либо мы исполнируем свою жизнь, чтобы быть довольными ездить, да, я делал один тренинг, и скоро сделаю еще тренинг. У меня готово опять тренинг по тому, как создать жизнь, которую человек хочет. То есть, я точно могу сказать, что человек может создать жизнь, такую, какую он себе хочет. Причем, я очень могу сказать, что если так себе этого не создает, чтобы он радовался, да, тогда заполняется само то, что он радоваться не будет. Тогда к нам приходит страдать, да, будет страдать. То есть, либо мы выбираем сами спланировать свою жизнь, да, сами заметить себе цели, сами заметить себе планы и их осуществлять, да, так, что у нас может быть. Либо, если мы это не делаем, если мы это пускаем на самотеток, то мы будем страдать, да, заполняется все болью, болью, болью и болезнями. Поэтому выбор всегда за нами. Если у нас нет плана, почему важно в начале года спланировать правильно, почему я это все время обращаю внимание, сядьте и создайте эти цели, посидите, потому что цели, которые сделаны и записаны, они осуществляются. Вот так устроена жизнь, да, так работает наше бессознательное, которое внутри нас. Если кто-то еще не понял и тормозит, значит, надо задуматься, да, задуматься. Потому что есть четыре фазы, да, четыре фазы. Первая фаза, кончик у ребенка, что он не знает, что он не знает. Он не осознает, что он не знает. Он просто не знает, потому что он не знает. Маленький ребенок, он не знает, что он, что он, так сказать, не умеет. Он просто не знает. Вторая фаза, что человек не знает, но он уже осознает, что он не знает. Скажем, ребенок, скажем, четыре-пять лет, он уже осознает, что он читать не умеет. Но он знает, что он это не знает. Третья фраза это уже знания, но они еще не осознанные, не закреплены. То есть мы как бы научились писать в первом классе, писать линейку, но мы еще не пишем автоматически, они у нас все должны больше, чтобы их не писать. Вот, а когда мы вырастаем, мы уже не думаем, как написать закула, это уже осознанные знания. Но чтобы прийти к осознанным знаниям, нужно сначала понять, что мы не знаем чего-то и начать что-то делать в этом направлении. Поэтому нужно заниматься саморазвитием, развивать свои навыки. Потому что проблема между человеком, который зарабатывает деньги, и человеком, который не зарабатывает деньги, разность в навыках, умениях. И если вы научитесь развивать в себе те навыки, которые вам необходимы, которые вы хотите, а можно это запланировать, то человек может научиться и получать удовольствие от жизни как разновидение. Вот, собственно говоря, я на этой такой ноте буду заканчивать сегодняшнее занятие. Я надеюсь, что сегодня я больше разъяснил, больше разъяснил, более стало понятно. О книге учредителей. И надеюсь, что мы к этому вопросу уже так подробно подходить не будем. К этому вопросу уже так подробно подходить не будем. Потому что, в общем, это должно быть уже понятно. Да? Должно быть уже понятно. Как это, знаете, я перед... Но я, говорит, уже сам понял. Столько раз объяснил, что я и сам понял. А вы еще не поняли. Такие. Я уже и сам понял, что нужно в этом году создать большой пресс-вит. Стараться создать пресс-вит, потому что будет хороший доход в конце года. Особенно я надеюсь сейчас на работу нового маркетинг-директора. Нового маркетинг-директора, который профессионал в своем роде. Я напомню, что у нас сейчас новый маркетинг-директор. И я думаю, что мы с нами сейчас ждали очень больших изменений и серьезной работы и серьезного руководства. Серьезного руководства. То есть качество наших занятий, я думаю, встреч, качество нашей жизни сейчас, в общем-то, очень сильно изменится. Я вас очень так надеюсь, что в 2014 год будет один из самых лучших годов в Аксесс-маркетинге. Всех вам благ, здоровья желаю вам и до встречи через неделю. Всех вам благ, спасибо вам, что вы сегодня были здесь. Я надеюсь, что мы создадим с вами очень красивую компанию. Очень, собственно, она создана. Но я думаю, что мы с вами сделаем ее еще лучше, еще лучше, чем молодец. Всех вам благ, до свидания. Спасибо, спасибо всем. Спасибо за отзывы. Спасибо всем, кто благодарен. Да? Потому что всегда говорите спасибо. Всегда будете благодарны. Тогда всегда будет появиться у вас жизнь больше то, за что вы будете еще больше благодарны. До встречи, до встречи через неделю. Пока, всем пока. Желаю хороших, хороших доходов в этой неделе. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok